Белорусскую баскетболистку Елену Левченко сегодня арестовали на 15 суток. Утром она должна была улететь из Минска на плановое лечение, но ее задержали прямо в аэропорту и вместо клиники отправили в тюрьму на Окрестино. Даже в суд ее не повезли, суд был проведен по видеосвязи. Вот что сказала Левченко перед оглашением вердикта. Слышно не очень хорошо, но мы дали субтитры. Даже здесь, когда она взглянула, в семье, да, у людей такой дух. Это невероятно. И именно проживаете, чувствуете это? Это... Я восхищаюсь. Я восхищаюсь с людьми. Какой сильный дух белорусского навода, их позитива. И вот эта несомненность, а преклоняйтесь. И преклоняйтесь к этому. И это дает... У меня есть силы, это дает мне нашу цернаму силы. Левченко арестовали после того, когда вместе с другими спортсменами запишала обращение к чиновникам Беларуси. Вот кусочек из этого обращения. Чиновники белорусского спорта. Пришло время обратиться и к вам. Не за закрытыми дверями, как вы любите, а публично, чтобы слышали и знали все. Вы приходите к честным спортсменам и угрожаете им. Давите, запугиваете, заставляете забирать свои подписи и отказываться от своих слов. При этом сами трясетесь, боясь потерять свое тепленькое кресло. Мы-то это видим. Вы угрожаете здоровью наших семей и детей. Значит, завтра ваши фамилии будут звучать во всех СМИ. Потому что мы говорим и будем говорить правду открыто. Так, как есть. Страна узнает про каждого Максима, который будет звонить на наши телефоны. Левченко вот как раз завершает этот фрагмент. Издание Тутбай, которое опубликовало это видео, вчера было лишено лицензии СМИ. Левченко одна из лучших баскетболисток в истории страны. Она выступала за сборную с 2001 года. Дважды играла в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионатом мира. У меня на связи другой участник в видеообращении белорусских спортсменов. Константин Яковлев, тренер гандбольного клуба «Витязь». Мы днем пытались, Константин, с вами связаться, но связь была плохая. Константин, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно, почему именно Левченко дали 15 суток? Это самый большой срок, как я понимаю, по этой статье о так называемых административных правонарушениях. В основном людям дают, я посмотрел свою статистику, штрафы там 100 рублей, 200 рублей, двое-трое суток. Почему 15 суток самый большой срок? Ну, у Константина днем не работали наушники, мы просили его наушники поменять. Судя по всему, ничего не произошло. Давайте мы попробуем еще раз. Константин, здравствуйте. Да, здравствуйте, еще раз. Да, скажите, пожалуйста, почему дали Левченко самый большой срок, как вы думаете, 15 суток? Обычно дают там двое суток, трое суток или, может быть, 200-150 рублей белорусских штрафов. Почему такой большой срок? Ой, сложно сказать. Добрый вечер. Кому-то добрый, кому-то не очень. Я думаю, что, потому что боятся, просто боятся человека, который занимает активную гражданскую позицию, за которым реально идут люди, которого поддерживают. И кроме страха со стороны режима белорусского, у меня лично нет ничего о никаких других представлениях, почему именно так. Ну, вот судья Марина Запасник, которая вела это дело, она учитывала обстоятельства, совершенных правонарушений, характера и степени общественной опасности, данные о личности лица и то, что она систематически подвергалась административным взысканиям за нарушение правил дорожного движения. Вот такие отягчающие обстоятельства. А что это за правонарушения? Вы выходили на митинг или записали обращение все вместе? Или только вот она записала обращение, выходила на митинг? А вы тоже выходили на митинги и записывали обращение? Или только обращение записывали? Ой, мы делали все, что соответствует нашей Конституции. Поэтому, что именно имела в виду судья, никому из присутствующих там не было понятно. И все закончилось, как обычно, аплодисментами, наверное, в сторону героя и воплесками позор в сторону нашей судебной системы, которая сейчас поступает таким вот образом. А, Константин, а кроме Левченко кто-то еще был приговорен к аресту? До Елены был наш известный белорусский журналист Сергей Щурко. Он пошел тоже по полной, как и Лена. Он отсидел 15 суток. И буквально, по-моему, позавчера он оказался на свободе. То есть и вчера, вчера поправляюсь. В связи с этим даже мы, наш клуб, сегодня у нас должна была быть игра и чемпионата. И мы хотели вручить со словами поддержки Сергею Щурко майку клуба. Он очень много сделал для всего белорусского спорта. Много писал, много делал таких расследований. И, в частности, очень сильно помогал нашему клубу и вообще в целом на полу. И сегодня случилась такая ситуация, что мы, даже наш клуб, не вышел на площадку в знак протеста и солидарности с Еленой. А ваш клуб получает государственную поддержку? Чиновники спортивные каким-то образом пытались на вас воздействовать? Наш клуб не получает никакой спортивной государственной поддержки. Мало того, он, в принципе, сейчас находится на такой стадии, как бы нас не замечают. Даже вот сегодня у нас должен был состояться матч. И команда, против которой мы играли, даже у себя в соцсетях не анонсировала нашу встречу. Да, то есть анонсировала встречу, которая будет в эту субботу. То есть они даже нас игнорируют. Вот это вот, ну, такие вот вещи, это такие выпиющие. Это просто смешно даже становится. Поэтому мы дарим им сегодня 10 баллов, точнее 2 очка, пускай подавятся. Скажите, а вот ваши коллеги по спорту, время от времени мы видим такие обращения, там и байкеры, и футболисты. Как я понимаю, любимый спорт Лукашенко, хоккей, пока его поддерживает абсолютно. Правильно я понимаю? Ну, вот, в частности, сегодня я общался с человеком, который является агентом хоккеистов. И он пришел в здание суда, он подошел ко мне и выразил солидарность с нами. И сказал, что многие уважаемые хоккеисты, он назвал имена, фамилии, я говорить не буду, потому что, ну, наверное, это будет неправильно. Если ребята захотят сами высказаться, они это сделают. Они хотят так же, как и все остальные, примкнуть в наши ряды и подписать письмо, о котором вы уже знаете, где мы высказываемся против выборов, которые сейчас, которые прошли против этого режима, против насилия, ну, там, по пунктам. Вот, поэтому я надеюсь, что в скором будущем совесть и честность она победит. Скажите, вот сейчас заговорили о том, что менее интенсивными стали протестные выступления, Лукашенко абсолютно не обращает на них никакого внимания, продолжая, правда, уже точные аресты и задержания. Верите ли вы, что эта борьба закончится вашей победой? Конечно, сто процентов верим. И вы сказали, что стали, я не расслышал, меньше марши. Да, но все-таки они не такие огромные, какие были, скажем, две-три недели назад. Нет, 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 абсолютно это неправда. Просто, значит, что делает режим? Он очень точечно со временем, он уже понимает, как действовать, да, он немножко начинает разбивать, выкидывать людей в разные углы, так скажем, улиц. Вот, но тем не менее, все равно люди выходят и встречаются. И я вам скажу, что, ну, может быть, если и есть, но это незначительное меньшинство. Люди очень все равно активно выходят. И по 100 тысяч в Минске это как минимум, да. Поэтому, и думаю, вот этот вот шаг, который сейчас сделал режим, вот не хочу называть это властью, потому что это откровенно даже язык не поворачивается. И еще больше после этого людей выйдет, потому что Лену очень сильно уважают не только в спортивном сообществе, вообще в мировом. Она участница финала женского МБА, ее очень много знают везде. И ее очень сильно знают на улицах города Минска и очень сильно поддерживают. Мы с ней вместе проводим довольно достаточно часто время. И я вижу, как люди подходят, и все хотят с ней сфотографироваться, все хотят поблагодарить. И мы верим, что справедливость и восторженство.